Частники гран-при тяжеловесов Лиги Беллатор. Квинтон Рэймпэйдж Джексон в последние годы, ну с 2013-го, существует в режиме один бой в году. В своем последнем поединке Рэймпэйдж проиграл Мухаммеду Лавалю, а до этого одержал пять побед к ряду, в том числе над Фабио Мальдонадо, Сатоши Ишии, Кристианом Мпумбу и Джои Белтраном. И, кстати, победил того же Мухаммеда Лаваля. Что касается Чейла Сонена, то в прошлом году он выиграл у Вандерлея Сильвы, проиграл Тита Артизу в очень интересном поединке, который получился крайне неоднозначным. Ну, вот так представляет нам Чейла Сонена. Главные вихи в его спортивной карьере на ваших экранах. Главные победы. Но вот такие скальпы в его коллекции. Американский гангстер. Ну, а это бойцовская коллекция Квинтона Рэймбиджа. Убивает взглядом своего соперника, стоящего на другом конце клетки. Ну, не думаю, что Чейла Сонена этим можно удивить. Итак, все готово. Главное событие вечера. Квинтон Рэймбиджа Джексон, Чейл Сонена. Посмотрите на взгляд Рэймбиджа Джексон. Он, конечно, действительно неизменный. Как он смотрел на Сонена еще на церемонии взвешивания и потом в предыдущих пресс-конференциях. И в последующем на выходе на помост перед началом турнира. Также он и продолжает на Сонена смотреть и в начале поединка. Ну, и пропускать сейчас сам же первый Рэймбидж Джексон, отливший Сонена с левой руки. Точный удар в челюсть. Ну, грузноватым выглядит Рэймбидж. И очень опасными смотрятся атаки с рук со стороны Чейла Сонена. Да, ну и то, что я видел, как работал на лапах Рэймбиджа Джексон. С какой скоростью он делал работу. И вообще, на какой дистанции, я так понимаю, что, конечно, на дальней дистанции Джексон. У него даже такового навыка нет, а работа именно в стойке. Вот отвечал он однажды правым апперкотом в короткой дистанции, но там Сонен не остается. Вот если он будет оставаться, то Рэймбидж, наверное, зацепит его. А если Сонен будет на дистанции в стойке отрабатывать, повторные атаки использовать, то я думаю, что он будет более успешен. Вот здесь вот как раз апперкот в ответе сейчас первым попадает ударом для себя Рэймбидж Джексон. Я до этого пропустил, опять же, несколько из них. И готовит Сонен как раз этот жесткий удар с левой руки, который он самым первым попал на первых секундах первого раунда у Джексон. Практически ровесники. Оба бойца 40 лет Чейлу Сонену, 39 Рэймбидж. Но посмотрите, какая разница в мобильности. Кажется, что Сонен лет на 10 моложе. Да, и при этом сейчас огрызнулся Рэймбидж Джексон. Такое-что могло быть жестко. Кое-что начинает у Рэймбиджа получаться. Готовит этот апперкот в ответной форме Рэймбидж Джексон. Уже третий раз выбрасывает его за первый раунд. Если Сонен после своей атаки останется в средней и ближнем бою, в средней дистанции или в ближнем бою, то он может пропустить этот тяжелый правый апперкот. Но при весовых возможностях Джексона этого будет достаточно для того, чтобы как минимум отправить в состояние Гроги своего оппонента и там его добить. Но вот здесь, смотрите, захват был от Рэймбиджа Джексона и было в том числе сбрасывание на конвас Сонена. Но Рэймбидж попросил Сонена вернуться в стойку и продолжить поединок именно в этом ключе. Я бы даже сказал, что швырнул натурально Рэймбидж Джексон Чейла Сонена вниз. И понятно, почему не стал бороться Квинтон. Дело в том, что главное умение Чейла Сонена это все-таки партерная работа. Известный мастер сабмишенов. Да, грэплинг. И вот сейчас правый апперкот по печени целил как раз Рэймбидж Джексон. Пытался отреваншировать пропущенный удар Сонена как раз флайни, так называемым, летающим коленом. Но Рэймбидж защищался. А сейчас пропускает как раз Джексон удар с левой руки от Сонена. Да, не похоже, что Квинтон Рэймбидж при подготовке к этому бою изнурял себя тяжелыми тренировками. Справа попадает сейчас Джексон. В ответ пытается нанести точный удар Сонен с левой руки. Справа опять узко в коридоре так, без замаха. Хороший удар выпустил Джексон. Сейчас концовка вроде бы комбинаций. Ноги показало, что завершил точно Сонен правым боковым. Но нет. А здесь два удара точно пропускает Сонен. Пристрелялся, по-моему, Квинтон Рэймбидж. Тайминг по-прежнему при нем. Да, мобильные работы со стороны Квинтона мы уже давно не видели в клетке. Но донести свой кулак до цели в нужный момент он всегда в состоянии. А вот партер Джексона классно он прошел и потом не отпустил. И еще раз таким дополнительным воздействием осуществил тейкдаун. Тяжело здесь будет Чейлу что-то придумать. 20 секунд остается до конца стартового раунда. Квинтон с его опытом не должен позволять душить себя в такой ситуации. Вот здорово подвернулся. Он поменял положение и спокойно все-таки сместился. Но здесь Сонен все еще охотится за шеей своего оппонента для того, чтобы осуществить удушающий захват. Но, конечно же, концовка раунда. И тем самым он слышал гонг, раунд закончен. Сейчас работа угловых. Рэмпи Джексон идет очень медленно в своем стиле. А вот мы услышали, как работает угловой. Он прежде всего сказал, сейчас, в первую очередь, ты вздохни глубоко, потом второй раз еще раз вздохни. А вот только потом начал ему говорить о том, что он выиграл первый раунд. И что он должен делать? Да, он говорит, ты боксируешь хорошо, он играет против Джексона, но используя еще левую ногу. Вот Федор Иванович. Севдор. 3-6 побед. 5 поражений у последнего императора. Знаем мы, что сам Федор не очень любит вот это прозвище, которым его наделили в США. Да, но, по-моему, его наделили в Японии все-таки. Вот этим прозвищем. Да, конечно. Да, и Last Imperator. Ну, соответственно, да. Он не особо так любит, когда его подобным прозвищем называют. Японцы особенно любят, наверное, как раз таковым называть Федор. Ну и сейчас опять клинч. И клинч как раз у клетки происходит таким образом, что немного действий отсонано, но вот Рэмпи Джексон в своем стиле с правой руки корпус-голова запускает эти удары. В область ребер очень неприятные удары, тоннаж серьезно они имеют. Да, но Рэмпич как раз именно по работе его в том числе своим тренером на лапах как раз он в большей степени в последнее время. Может быть из-за лени, может быть из-за еще набранных килограммов. Да, и вот все-таки через зацеп спокойно осуществляет тейкдаун Сонен. Нашел этот вариант и я осуществил бросок. Свою пользу Сонен. Ну а вот Рэмпич как раз работает так в стиле Флойда Майведера. На лапах это ближний и средний бой и короткие все удары без корпуса по сути. Одними руками набрасывает. И вот сейчас он что-то подобное использовал в клинче. Одно дело Гэдов Войт Майведера в своем собственном весе и своими скоростными качествами и интеллектом. И пластичностью это делает не только Гэдов. Что-то подобное пытается сделать Рэмпи Джексон. Только опасное сокрушительное попадание может действительно принести урон. Пытается обойти ногу Чел Сонен в сайд-контроль забраться. Ну и как мы увидели в этом даже бою в ММА. Немногие будут оставаться в ближнем и среднем бою против Рэмпи Джексон для того, чтобы поиспытывать свои возможности терпеть тот или иной удар по себе. И конечно же будут клинчевать, будут переводить в партер, будут бросать, будут проходить в ноги. Тяжелый Рэмпич, но при этом есть против него ключи к победе. Вот сейчас пытается Кимуру будет делать Чел Сонен. Болевой прием на локтевой сустав, но по-моему не основательно он взят. Его нужно дорабатывать. Да, тяжело будет здесь выдернуть руку. Наверное, это главная фаза сейчас для Чел Сонена. Кстати, Федор вот этот прием делает просто восхитительно. Да, ну и во времена Прайда, сколько боев завершил он таким образом. Если Федору дать вот такую возможность взять руку, то, наверное, вероятность высоченная будет на ее с 9%, что он его доработает доверно. Открутит и унесет с собой. Сильные стороны нашего бойца, который совсем скоро вступит в состязание в этом гран-при. На тихой волне Чел Сонен забирает, наверное, второй раунд. Вот длительное время американский гангстер контролирует своего соперника в партере. Публика по-прежнему свистит. Недовольны, не этого ожидали зрители. Чаще всего всем хочется, конечно, сокрушительного сражения, огромное количество попаданий и пропущенных ударов для другого бойца. Ну и, конечно же, ярких завершений. Немногим хочется увидеть какую-то вот тактическую борьбу, либо тактическую возню, либо какую-то такую долгую партерную работу. Кану расширяется только в виде контроля в большей степени. Я думаю, Квинтон, если, может быть, и рад бы показать темповую работу в стойке, но 39 лет. Да, уже не то время для этого бойца. Все лучшее, как мне кажется, он все время показал. Показывает нам раз за разом Чейла Сонена. Хотелось бы посмотреть на угол Квинтона Джексона. Насколько тяжело ему приходится. Нет, Квинтон в порядке, в полном даже, несмотря на то, что весь второй раунд провел внизу, защищаясь от попыток Чейла Сонена провести прием. Наехали по-настоящему так жестко наехали на своего ученика эти два секунданта. Ну и при этом, я думаю, что это все было верно сделано. Потому что все-таки очень экономно работает Рэмпей Джексон при всех его раскладах. Там, то, что ему 39 лет и так далее, и так далее. Он очень экономен. Поэтому он дышит великолепно. Он не устал так значительно, например, как Сонен. Он как раз выглядел более уставшим. Но и дыхание его было совсем иным. Он загружает себя по полной в этом бою. Забрал Чейл Сонен второй раунд гарантированно. Первый, скорее всего. Ну и для Квинтона, если он хочет пройти дальше в этом гран-при, сейчас нужно что-то изобретать из ряда вон. Желательно нокаут. Да, ему нужно попасть. Потому что других вариантов я не вижу. Он вообще практически не уходит сам в партер. Мы помним тот эпизод, когда он свалил в первом раунде Сонена. И он дал ему понять, что он не собирается к нему туда приходить в партерную работу. А будет, естественно, его ждать только в стойке. Ну и здесь вот опять клинч, который будет в большей степени играть, я думаю, на пользу как раз Сонену. Более активен в целом. А вот эти удары по тулу еще с правой руки, которые уже и во втором раунде использовал Рэмпейдж Джексон. Они, может быть, и имеют какой-то свой эффект. Вот забирают те самые силы. Тоже не молодого Сонена. А вот здесь очень уже более эффективно. Два удара точно пришлись в область живота. И туда же еще набрасывает три удара Рэмпейдж Джексон. И очень жестко сейчас по тулуще пропускает их Сонен. Конечно, это сбивает его дыхание. Он быстрее устает. И вот сейчас есть шанс. Мы увидели, что Сонен, по-моему, не восстановился как раз вот за минуту перерыва. Но чувствует себя намного хуже, нежели в первых двух раундах. Да, пару раз оттянулся Квинтон Джексон и вложился неплохими сериями по корпусу Сонена. Но посмотрим, какой эффект эти серии возымеют. Пока что все, что происходит, идет, без сомнения, в актив Чейлу Сонену. Время работает сейчас именно на Чейлу. Да, вот сейчас вот смотрите, вот в этом клинче он восстановился, как мне показалось. Особенно последние там 20-30 секунд. Но Рэмпейдж по нему также не проводил каких-либо ударов. И не был активен. И Сонен чуть-чуть себя восстановил. И сейчас опять пойдет в атаку. Да, так это происходит. Но вот насколько эффективно он пойдет в атаку, насколько он будет более точен, результативен и не будет в ответ пропускать от Рэмпейджа. А вот сейчас Рэмпейдж попадает. Попадает сначала таким, по-моему, вскользь голову ударом справа, но потом впадут еще более жестко. Ну и Сонен начинает двигаться именно в сторону как раз Рэмпейджа Джексона по удару справа. Ну и понимает Рэмпейдж, что от него чуть-чуть даже бегает Сонен. Ну Сонен ему говорит, давай вперед, продолжай драться так же. Но вот здесь, смотрите, боя не получается, конечно. Ну в большей степени такое интернтеймент, да, представление. Счастье шоу эти ребята, конечно, непревзойденные профессионалы, но хочет ли победить Квинтон? Ведь теряет драгоценное время Джексон, разговаривая с Соненом. Значит, такое действие полускачково левым боковым ложное, но правый по корпусу, правый апперкот был от Рэмпейджа Джексона. Очень хороший удар. Как раз позицию правого нижнего подреберья запустил Рэмпейдж. Этот удар не так сильно он зацепил Сонен, как, например, в предыдущем поединке. Один из молодых проспектов Лиги Белатов. Тронокутирул своего визави в первом раунде по печени. Но было неплохо. Но и опять через зацеп тейкдаун от Сонена, что, в принципе, читалось. Пожалуй, здесь все кончено в этом бою. Не думаю, что выпустит Чейл Сонен Рэмпейджа из этого положения. Ну и не похоже на то, чтобы у Квинтона были шансы здесь провести прием или выбраться. Доводит дело до победы. Чейл Сонен пытался набросить треугольник Квинтон, но гибкость уже не та. Да, я думаю, что не в его уже кондициях осуществляют подобные элементы. Но треугольник, я думаю, что он не готов будет сделать. Особенно при сопротивлении Сонена, который делает все возможное для того, чтобы все-таки этот бой выиграть. И концовка 5 секунд последний. Но Рэмпейдж хочет, конечно же, попасть по Сонену. Сонен ему не дает этого сделать. Девчонки, добрый день, мой благословер, быть с вами. Сонен очередного и уже последнего раунда третьего в этом бою. Я думаю, что можно предвосхитить судейское решение и уверен сказать, что Сонен в этом бою был лучше. Практически умнее, грамотнее. Ну и он больше заслужил победу, потому что он больше хотел. И он выполнял больше действий, он был более активен. Да, нужно сказать, что довольно на тихой волне эта победа пришла к Чейлу Сонену. Не пришлось ему прилагать каких-либо сверхусилий. К сожалению, кондиции Квинтона Рэмпейджа Джексона на данный момент не позволили ему оказать серьезное сопротивление Чейлу Сонену. Да, местами, эпизодами Рэмпейджу удавалось попадать ударами с рук. Но это главные таланты Квинтона. Портцовская подготовка Чейла Сонена, особенно в части переводов своего соперника на землю. Здесь сыграло свое дело. Несколько тейкдаунов и последующий контроль предрешили. Напомню, также и были успешные действия стойки от Чейла Сонена и в первом-втором раунде. Особенно это с левой руки его попадания. И они были очень неплохие. В нескольких эпизодах принял на себя жестко Джексон. В том числе, наверное, не ожидая такой прыти от Чейла Сонена. И сейчас мы узнаем официальный гердик. Да, 29-28. Все трое судей. Да, Чейл Сонен проходит дальше. Первом гран-при. Тяжелый весовой дивизион. Да, видимо, первые два раунда ушли Чейла Сонена.